Доброе утро! Я вот тоже замечаю, иногда мужики мешают волосам туцевать. Да, и, собственно, кто-то там тусит сам, а Мари Крэмбрэй сегодня тусит с нами. Да. Здесь на Телерджиканале с Ланаревом. Доброе утро! Привет-привет! Мари, мы тебе очень рады. Взаимно. Ты какая вся солнечная в очках. Да, у меня просто очень красные глаза, и поэтому я не хочу делиться этим впечатлением. Я думала, такие стильные. Слушай, вот скажи, пожалуйста, как ты там поделилась чуть-чуть вне эфира, что тяжко вставать было, да? Ну, вообще, терпеть не могу. Доброе утро! Я просто... Такое ранее, да? Десять-десять. Знаете, вот есть люди, сова и жаворонки, да, а я вот фиг знает, я недосыпающая сова какая-то. Кстати, ты знаешь, есть еще голуби. Голуби? Вот, мне кажется, я не знаю, как это, голуби быть, но я с тобой не тренировали. Это не туда, не сюда, да. Вот, вот, они сами по себе тусят просто. Вот, я прям тусующаяся сова, я серьезно говорю. Понятно. Ну, вылегла во сколько, скажи? В шесть, встала в восемь. Молодец! Я бодрая. Понятно. Молодец, молодец. У нас очень много информационных поводов. Мы постепенно, в течение часа, Мария с нами в течение часа, поэтому мы будем раскрывать. Да, поэтапно. Что у нас? И есть альбом «Переобулась» называется. Да, в марте он выходит. Да, в марте он выходит. И, естественно, три новых клипа и премьеры синглов. Я вот об этом во всем знаю из твоего инстаграма, потому что слежу в силу того, что я веду хит-парад, песни которых, твои, вернее, песни в этом хит-параде присутствуют. Вот, поэтому я в теме. В теме. Мы тоже в теме. Да. И вы в теме. Друзья, заходите в группу ВКонтакте «Страна.ФМ», WhatsApp, Viber, 909-928-1-89-9. Пишите, нам уже тут куча фанатов пишут. Я вот что хотел спросить. Мы сейчас обсуждали, вот прям до того, как ты сюда пришла к нам, мы обсуждали воспитание, проблему воспитания. Дело в том, что в 1717 году была издана «Юности честная зерцала», вот такая книга. Петр Первый издал ее, приказал издать. Там все об образовании дворянства, детей. Вот, скажи, пожалуйста. Мы задавали вопрос нашим слушателям и зрителям, кто на них в воспитании повлиял? Вот у тебя чье воспитание? Кто повлиял на твое воспитание? Вот знаете, я недавно своего друга познакомилась со своей семьей. Он говорит, я так хотел познакомиться с родителями, чтобы понять, кто воспитал такую прекрасную дочь, а когда познакомился, понял, что ты ни в кого из них вообще. Ну, мне кажется, на меня повлияло больше в воспитании то, что мне дали полную свободу. То есть прямо с подросткового возраста, с детства. Да, с подросткового возраста мне все разрешали, и более того... Сама тусала? У меня не было... Я не тусовщица была, у меня тренировки всегда были. И как-то все равно спортивный образ жизни, сборы и так далее, он ребенка воспитывает чуть по-другому. Мне всегда родители первые предлагали курить, первые предлагали попробовать алкоголь. И как бы они говорили, что если ты хочешь что-то сделать, ты сделай это с нами дома. И поэтому я не пила, и поэтому я не курю. Сейчас многие захлебнули слюной, потому что таких родителей действительно мало. Мама, почему ты мне не приглашила сама? Я считаю, что это безумно круто. Я считаю, что это прям воспитывает ребенка абсолютно умеющим делать свой выбор, и не боящимся высказывать свои истинные желания. Ну, когда в школе-то они сказали, можешь с нами вот давай это... Не было желания прям присоединиться и сказать, да, я сейчас... Я попробовала, мне не понравилось, сказала, нет, папа, я курить не буду. Круто. И все. Я потому что помню себя в 12 лет, когда мне папа сказал, давай Новый год, давай выпьем. Я помню, я гулял по улице и кричал, мама, у меня все хорошо! Это на весь район разносились мои крики. У тебя была такая дисциплина, да, спортивная, все в режиме. Да, у меня была дисциплина спортивная, но ее не одобрял мой папа никогда, то есть он считал, что это полная фигня, и все, чем я занимаюсь, это полная фигня. И вопреки этому у меня была очень добрая мама, которая говорила, какая-то у меня молодец доченька, все у тебя будет хорошо. Потом годом к 18 они вдвоем переобулись, как бы, и говорили вдвоем, что ничего у тебя не получится. И тут у меня вторая закалка пошла уже доказать им. Слово переобулись, просто в марте выходит второй альбом, и так называется, переобулись. А это, 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 это product placement, product placement, раз и жоп, по рекламе альбом пошло. Это блокстарль, понимаешь. А сейчас-то родители как относятся к твоему творчеству, вообще, в принципе, к положению дел в твоей жизни? Клипы показываешь? У меня была, когда премьера клипа первого, еще на песню «Давай навсегда», мне позвонил папа, а я говорю, пап, там будет прямой эфир, скину тебе ссылку, утро, там позвонил и сказал, так ты же танцевала. И тут я поняла, что папа вообще не в семье. Ну, вот с тех пор они как-то следят вроде. Я даже от мамы услышала, что она мной гордится, а от папы пока нет, поэтому работаю. Ну, слушай, многие говорят, что вот творчество артиста — это отражение его жизни. То есть, тем более, ты пишешь все песни, которые исполняешь. Родители не удивляются тематике песен? — Знаешь, я им столько дала ярких эмоций на протяжении своего периода, пока я воспитывалась, что сейчас, мне кажется, их вообще трудно удивить. Потому что девочка, которая уехала на три дня в Москву и случайно там осталась на пять лет, в принципе, ну, уже безответная любовь, она их не удивит никак. — Друзья, ну, все, мы с Лизой задаем вопросы нашей гости. У нас в гостях, напомню, Марик Камбери. Заходите в группу «Страна.ФМ» ВКонтакте, пост закреплен на самом верху. Задавайте свои вопросы, уже есть сообщения тебе в твой адрес. Вот, это мы все прочитаем. — Больше признания в любви. — Да, признания в любви, да. — Друзья, и WhatsApp-Fiber 909-928-1-89-9. Пишите, я думаю, что Мариса удовольствовала прокомментирует. — Сейчас прервемся ненадолго и вернемся в студию. Оставайтесь с нами. — Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. В студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. И наша супергостья Марии Крамбери у нас сегодня в студии. Твой со-брат только что пел, Лев Валерьянович, диско-дискотека. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» нам приходит сообщение. — Да, во-первых, конечно же, очень много признаний в любви. Мари, ты лучшая. Огромный привет от всех краймеров. Любим, скучаем, обнимаем. ОФК передает тебе большой привет. Любим тебя. И вот Александра пишет. — Мари, любим тебя. Твои песни очень точно описывают наши переживания по поводу любви. Очень жизненные песни. Очень жизненный капсом написано. Расскажи о своем новом альбоме. В том, что это будет настоящий хит, мы даже не сомневаемся. Ждем с нетерпением в Оренбурге. — Да, я в Оренбурге скоро буду. Я помню точно, что у меня в туре есть город Оренбург, но я не помню точную дату. — Ну, это заходите в официальный аккаунт. — Давайте напомним, что в марте выходит альбом «Переобулось». И вот как раз о нем идет вопрос. Задают вопрос. — У меня, на самом деле, там будет много новых песен. То есть мы недавно обсуждали это. И я об этом писала, что это будет, в принципе, наверное, первый альбом, который состоит всего из четырех известных уже синглов и около десяти новых работ. — Это же прекрасно. — Да, и из них будет пять в абсолютно непривычном видении меня. — Так. — А пять все-таки для тех, чтобы не писали, «О, боже мой, как сильно она изменилась, подписала контракт и ее все испортила», мы все-таки сделали пять как бы в моем стайле, оставили, которые мне до сих пор еще не чушь. Просто я сама очень сильно люблю эксперименты. Я очень хотела попробовать что-то новое. И, благо, у меня самый превосходнейший лейбл, который сказал, «Хочешь, пробуй, делай». — То есть вельвет не ставят в колеса палки? — Нет, у меня вообще, у меня только единственное, что, может быть, Алион сказал вот так, ну это развлекаться в интернете с этой песней. Это все максимум, что мне может сказать продюсеру. Но мне никогда не говорят, что «О, не-не-не, Мариночка, это нельзя нам выпускать». То есть мне такого вообще нет, я не знаю, как это. — А те пять песен, которые, вот ты говоришь, не свойственны тебе, не в свойственном стиле, они не продиктуют? — Они чуточку проречитативленные. — Ах, вон, ну что! — То есть они, наоборот, более трэшевые, чем обычно. Я и так нестандартная попса, грубо говоря. А там будет вообще нестандарт. То есть там даже будет чуточку не поп. — Слушай, ну у вас вот вельвет, в принципе, такой лейбл, который поддерживает достаточно молодых, ну если зайти на сайт, посмотрите, кто представляет лейбл. Молодые музыканты, которые, ну, скажем так, не имеют широкой популярности. Вот, допустим, даже как у тебя. С ними что-то, может быть, какие-то коллаборации. — Ну не знаю, как это у нас нет объемной популярности. У нас, грубо говоря, Анечка Плетнева, елка эта митая бурь. — Нет, 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 я не беру в расчет, естественно, такие имена. То есть там есть группы, которые, ну, условно, у которых нет такого количества клипов, такого количества альбомов, таких там олимпийских и так далее. — Ну, не могу прокомментировать, потому что, насколько я знаю, всех наших своих... — Все в Олимпийском уже побывали? — Конечно, до меня, блин. Я как бы самая малая в офисе. — Ну окей, давай о совместных работах, тем более... — Я на самом деле не знаю, я сама лично эмоционально очень чувствую Аню Плетневу, потому что мы родились 21 августа обе, и как только пришла в лейбл, я ее сразу стала называть сестрой. Поэтому я думаю, ну, я надеюсь, или мне хотелось бы, не знаю даже, как правильно сказать, что с Аней у нас все-таки когда-то работа совместная появится, мне было бы дико интересно проэкспериментировать. Я как человек, слушающий ее песню «Знак Водолея» на повторе определённый период в своей жизни, по крайней мере, этим желанием горю, да. — Слушай, а как вот комфортнее с парнями делать такие дуэты, или с девчонками тоже вполне себе комфортно? — Я с девчонками вообще ни разу не пробовала, и не попробовала бы, если бы не познакомилась с Плетневой. — Это я 100% говорю. — По духу, так скажем. — Ну, она прям я. — А, даже так? — Ну, то есть мне, не знаю, она мне очень нравится энергетически. Это такое сочетание, знаете, когда чуточку мужского характера и неповторимой сексуальности. Я вот не знаю, с кем это ещё сравнить можно в жизни по эмоциям из нашего шоу-бизнеса. — А хочется с Аней Плетневой, как с Аней Плетневой, или в контексте, допустим, группы «Винтаж», потому что «Винтаж» — это достаточно такая ниша отдельная. — Мне хочется с Аней Плетневой. — Все-таки я хотела бы, чтобы это была 100% песня, написанная мной, и чтобы это был дуэт двух львиц. — Скажи, пожалуйста, у тебя, ты уже сказала про Оренбург, начинается гастрольный тур. Что ждёт вообще твоих поклонников, ребят? — Шоу, танцы, пиротехника, стейдж-давинг. — Ты же в этом профи. — У нас, на самом деле, не будет такого прям какой-то постановки или какой-то программы. У нас будет, грубо говоря, поддержку альбома, туры. Поэтому мы отрабатываем новые треки. Я буду на гастролях с диджеем. Очень редко меня можно будет увидеть всё-таки с танцорами. Я бы хотела эмоционально эти концерты вытащить на своей собственной персоне, на своих собственных словах, на своих собственных мыслях. И мне бы хотелось, чтобы всё-таки на концерты приходила аудитория, которая знакома с моим творчеством, и которая прекрасно понимает, о чём я пою. На концертах я расскажу ещё больше. — А много городов запланировано? — Я, когда смотрела график первый раз, вот так вот мне его прислали, я такая убрала голову, повернула обратно, убрала опять голову, думаю, нет. — Не поверила очень? — Да, я, то есть, не поверила. У нас достаточно большое количество городов, и даже на сравнении с топовыми артистами на нашей эстраде, мне кажется, я практически в графике. — Правильно, правильно. — Круто, круто, круто. — Надо двигать. — Итак, друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях сегодня Мари Крэмбери, мы сейчас ненадолго прервёмся. Оставайтесь с нами, пишите группу ВКонтакте «Страна.ФМ». Оставайтесь с нами. — Ну что ж, дорогие друзья, всем ещё раз здравствуйте. — Здравствуйте, здравствуйте. — Никита Некрасов, Лиза Каленина и Мария Крэмбери, наша новая ведущая, третья, которая обожает утро. — Обожает утро. — Возьмите, пожалуйста, утренний эфир, работайте, умоляю. — Я в шесть ложусь, а в пять надо было встать. — Да-да-да-да. — Не успела, вот что ж такое. — Не успела, условно в студии. — Да, у нас очень много вопросов. — Очень много вопросов. — Да, Полина пишет тебе, обожаю тебя. Очень давно тебя слушаю. Расскажи о твоих самых любимых песнях из альбома. И вообще, какие твои любимые исполнители? — Честно. — Ой, любимых исполнителей у меня в принципе нет. — Можно не только коллег по лейблу. — Я коллег по лейблу даже и перечислять не собираюсь, но хотя я слушаю последний трек Звонковой, Рэм Дигги из окон на повторе, но я могу сказать, что я слушаю очень много начинающих артистов. То есть вот я даже могу, чтобы не соврать, не дай бог, да, и открывать свой плейлист. У меня есть такие артисты, как Кирилл Мойтон, и его мало кто знает, я в этом больше чем уверена. У меня есть Леша Свик, у меня есть Звонкий, у меня есть Артем Качер, у меня есть группа Неангелы, у меня есть... Ну, короче, у меня есть группа А2, которая у меня на повторе постоянно играет. И это такие группы, которые в принципе не особо обширно известны. Я выискиваю, я выискиваю все где-то по чуть-чуть, как-нибудь по одному треку хотя бы у какого-нибудь артиста. Есть какая-то цель в этих поисках? Или это просто для, ну, условно, для души, для настроения? Всегда ставлю ставки, кто выстрелит. И, знаете, попадаю. Профессиональный интерес. Попадаешь? Да, попадаю. А что вот срабатывает, какая-то харизма? Вот какие критерии того, что выстрелит, не выстрелит? Я не буду, естественно, перечислять треки, про которые я говорила, но я когда с первого раза слышу трек чей-то, на свои такое не работает. Я всегда могу сказать, это сделано профессионально, технично, это артисты или это просто записанная песня в студию. Ну, то есть у меня на это очень четко работает чучка. Мне кажется, все-таки мы недавно дискутировали на тему ЛДЖ, на тему того, что как я, человек, который читает книги, могу слушать ЛДЖ и кайфовать от такого музла, я пыталась объяснить, что я до такой степени люблю честность, и я верю чуваку, я верю про то, что он поет в своих треках. Ну, то есть вот он поет про... Вот я верю то, что да, это так в его жизни и есть. И мне настолько нравится честность, что я за нее цепляюсь, и так со многими начинающими группами. То есть ты либо слышишь фальш, либо ты не слышишь фальш. И то, что не фальшивое, оно всегда будет выстреливать. Ты так красивая. Ну, вот про песни поговорили. У нас прямо по курсу песня твоя, совместная. Тут такая сборная хорошая. ММ, ЛХ-24, Люксор, Холодно. Вот, расскажи, пожалуйста. Да, что скажешь о ней? Эта песня написана не мной, поэтому мне трудно говорить с точки зрения авторства. Но это песня, которую я спела на украинском языке впервые, наверное, за всю свою жизнь. Хотя я пишу песни на украинском языке, я никогда не скрывала того, что я украинка. И я в идеале, естественно, знаю свою родную речь. Ни разу, несмотря на то, что очень много треков лежит в шкафчиках, да, как говорят, ни разу в жизни не выпускал песню на украинском. Это такая была дебютная. Для меня важная работа. Естественно, важная. У нас вышел клип недавно. Очень классно. Да, мы как раз его будем смотреть. Будем смотреть. Да, давайте смотреть. А о клипе что-нибудь еще расскажешь? Как снимали? Мы снимали в Сочи, и было нереально холодно на самом деле, потому что... Все как в песне. Да, все, мы на самом деле снимали. Это вообще самый трэш был ММ, потому что она снималась на набережной, у нее была сцена, и у нее вот реально дрожали руки прямо от холода. То есть уже все приехали и понимали, что это какой трэш. А как долго снимали? Почти два дня снимали, но не полноценных. У нас же параллельно еще концерты были с живым звуком, и у нее, и у меня. И это просто вот, мы вот так вот, знаете, встретились в три часа ночи на второй съемочный день, и думаем, чем бы себя хоть как-нибудь вообще спасти, чтобы мы не заболели и вечером отработали концерты. Мы отработали съемку, прикиньте, и поехали на саундчек еще. Ну то есть это просто вообще какой-то трэш был. Как спасались, как отогревались? Расскажи нам, бэкстейн! Доброе утро, друзья, от телерадио, канал Страна ФМ. Здрасте, здрасте. Лиза Калень, Никита Некрасов по-прежнему здесь. У нас в студии уже с начала часа поселилась Мари Краймарри. Я думала, ужасная Мари Краймарри. Нет, ну что ты, нет, нет, нет. Одну из последних работ сейчас посмотрели, совместную. Прекрасная песня, прекрасное видео. Как красивый украинский язык. И насладились, честно говоря, и картинка прекрасная. Вернемся к вопросам, которые вы задаете в группе Страна ФМ вконтакте. Некоторые выбираем, интересные. Пишет нам Софья. Слышала, что написала ты, Мария, песню для группы M-Band. Правильная девочка? Да. Расскажи, как ты познакомилась с парнями, какие у вас отношения, как создавалась песня, в общем, все интересно об этом. Ну, мы на самом деле познакомились с парнями позже, чем они уже записали песню, написанную мной. А, то есть ты сначала написала эту песню? Я написала песню. Но не для них или в принципе? Нет, не для них. Я написала песню для себя, но так сложилось, что у меня одновременно пошли переговоры с Вельветом. Параллельно пацаны, я так понимаю, подбирали себе трек. И параллельно, вот все, в обычной параллели я присылаю свои песни для Вельвета. Они отбирают песню «Правильная девочка» и говорят, вот эту песню можно как-нибудь с группой M-Band связать, грубо говоря. И я согласилась. Так сложилось, что они записали песню, познакомились, мы чуть попозже. Знаете, с чего я офигела? Я думала всегда, что M-Band-то маленькие мальчики, ну как бы там ни было. А там дядьки, мужики. А они просто в два раза больше меня кажут, кроме Никитоса, естественно. Ну то есть они просто огромные такие уже прям взрослые мужчины, я бы даже сказала. Я думаю, боже мой, как бы... То есть ты бы ей уже написала не «Правильная девочка», а «Правильная женщина». «Правильная женщина»! «Правильная женщина»! Получается так, когда лично познакомилась. Я думаю, они девочек любят, конечно. А потом, если бы еще постарше были, «Правильная бабушка» была бы. Да-да-да-да. Слушай, а как вообще... И отношения хорошие, да? У нас в продолжении вопросов. Да, конечно. Я вот сегодня иду к Тёме на день рождения. Передаю привет. А каково это писать для мужиков? Каково вы решили для таких? Ой, классно. Эта карма меня будет преследовать всю мою жизнь, и я буду кайфовать от нее. Я многим артистам, мальчикам писала песни. И более того, у меня есть всего одна девочка, которая пела мои песни, и все остальное это были мужики. И поскольку я выросла в пацанской компании, я всегда общаюсь только с мужчинами, мне с девочками не очень интересно. Спасибо тебе большое, Мария. А ты был очень приятный собеседник. Ну так, на ближайшие 20 минут нормально. По жизни не знаю. Ты исключение, я послушаю. Спасибо, спасибо. Чувствуешь себя виноватым мужиком, знаешь, присутствует. Да-да-да. Когда косякнул, когда... Я просто сделала так. Да милая, я не тревогу. Я вот так сделала, я сделала так. Ну все, ты должен сказать, ну все и выйти. Да-да-да. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, короче, из-за того, что постоянно слушаю их истории, с их точки зрения по поводу женщин и всего остального, видимо, я очень сильно считываю. И я много текстов даже в своих песнях начинаю писать автоматом от мужского лица. Я не знаю, с чем это взаимосвязано. То есть мне на лицо девочки еще нужно переобуться. Снова, да? Снова, да? Опа! Март, март, альбом, тур. Альбом, да. Все в аккаунтах. По чуть-чуть с подводочкой, уже 25-м кадром. Молодец. Когда концерт в моем городе? Я не знаю, кто с нами. Расскажи, пожалуйста, что еще твоим поклонникам от тебя ждать? Я видел в Инстаграме, что масса песен будет вот-вот-вот, которые войдут в альбом. Будут ли, которые не войдут? У нас будут песни, которые не войдут в альбом, потому что у нас уже, в принципе, осталось много песен за альбом, которые мы никак не можем туда вписать, потому что я считаю, что это сингл, либо продюсер считает, что это сингл, не хочется их миксовать в альбоме. Песня, хотя вот твоя фамилия, тоже не должна была выходить чуть пораньше, в итоге мы уже решили, что давайте ее все-таки как-нибудь выделим, потому что я сказала, что для меня эта песня очень важна в моей жизни, и я бы хотела, чтобы она вышла таким отдельным этапом, не в альбоме затерялась где-то. Поэтому песен будет очень много, за это можно не переживать, их уже написано наперед достаточно, и я не останавливаюсь на достигнутом. Вот как? Други нам приходят и говорят, не хватает песен хороших, ну, Мария уже наперед, все работает. Нет проблем. Я вчера говорила о том, что как только в моей жизни попадется хороший мужчина, все станет гораздо хуже в моем творчестве. То есть мы наперед готовим. То есть мне, видимо, нравятся проблемы. Нас спрашивают здесь, где можно посмотреть даты и полный концертный список. У меня в Инстаграм на странице уже залиты все города, которые на ближайшее время одобрены. Хотя у нас даты добавляются постепенно, мы тоже будем график обновлять. Итак, друзья, я думаю, что мы сейчас прервемся на отличную песню. Твою, Мария, она тебе не идет. Называется. Давай, ты ее представишь? Все идет, все нормально. Я обожаю эту песню. То есть, во-первых, она на концертах сейчас стала взрывать. Вот к слову о проблемах, да? Да, к слову о проблемах и к слову о ревности, которая, в принципе, мне не присуща, но в этом треке почему-то так сложились звезды, что пять минут своей жизни я все-таки, видимо, ревновала. Отлично. Итак, друзья, ну что же, слушаем, смотрим. Как Мария ревновала, вы сможете увидеть прямо сейчас на телерадиокамерах. Кто кому-то не идет, мы увидим, а? Страна АПМ. Мария Краймберли, она тебе не идет. Ну и скоро вернемся. Оставайтесь с нами. За рулем, телефон в руке, мысли не на легке, они вдвоем. Фото в рейстике, где мы зависали, где меня спасали. От депрессии, я ему походу весело, в моем сердце месиво. Как же меня бесит все. Почему так не везет? Запишу голосовое, хоть и голос трясется. Она тебе не идет совсем, не по свету волос, не по смеху. Она тебе не идет совсем, не по свету волос, не по смеху. Зачем ты с ней? Объясни зачем. Она круче в голове или сверху. Она тебе не идет совсем, не по свету волос, не по смеху. Зачем ты с ней? Объясни зачем. Она круче в голове или сверху. Она круче в голове или сверху. Эпилог, не по плану я вообще Просто сойду с ума Да и бог с ним, да и пьяная Я бы закрыла профиль, было бы так пофиг Сколько с ней ночей, почему он не ничей Сколько там ее вещей, почему она вообще Лежит, как я, на его плече И он мне это позволяет, зачем Она тебе не идет совсем Ни по свету волос, ни по смеху Зачем ты с ней? Объясни зачем Она круче в голове или сверху Она тебе не идет совсем Ни по свету волос, ни по смеху Зачем ты с ней? Объясни зачем Она круче в голове или сверху Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это абсолютно написано на реальных событиях В твоей жизни Субтитры сделал DimaTorzok 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 маза пошла, тут просто люди пишут, ну раз так, ну извините, я не собиралась. Люда пишет. Какие у тебя отношения, тебя связывают с LX24? Абсолютно потрясающие отношения, у нас превосходные. А какие? Вот именно потрясающие, у меня даже слов других нет, то есть это человек, который на самом деле для меня имеет огромное значение в моей жизни, которому я безумно благодарна и ему, и его директору за то, что в какой-то период жизни они очень сильно поддержали и мою песню «Пьяную», и меня в целом. Это реально была его команда в какой-то период, видимо, благодаря Лёше и благодаря его вере в меня, они начали заниматься по чуть-чуть, как бы, ну моим проектом. То есть они не подписывали меня, не забирали к себе работать, но они сказали, давай мы тебя поддержим, а давай там это сделаем, а вот не опускай руки, верь в себя. Есть короткий вопрос, прям у нас же теле, радиоканал, нас еще и смотрят. Вот, и пишет человек Максим по имени, человек Максим, очки просто огонь. Вот, и я хотел спросить, где ты такие очечья оторвала? Вот надо Максиму сказать. Вы не поверите, эти очки я заказывала на сайте, ну я же не могу говорить рекламу сайта, я заказывала их, в общем, не в этой стране, они мне прилетели, они не очень дорогие. У меня есть наподобие, раз в 15 дороже очки, они просто валяются в тачке, а эти я ношу каждый день, хотя стоят они 35 евро, реально. Вот, Макс, в общем, клевая очечья. Мари, безумно рады были с тобой познакомиться. Мы взаимно. Мы, да, ты была у нас уже в гостях, приходи еще, желаем тебе классного дня, хорошо потусить на день рождения сегодня. И отличного гастрольного тура с альбомом. Друзья, мы с вами прощаемся, до завтра, Никита Некрасович и Лиза Калинина, увидимся. Пока-пока. Отличного дня.